Тимаша, Тима, ты у них голодающая по Волжье, не кормят изверги, всю еду убрали, да, пожалуйся, пожалуйся, мальчик, ой, эти божечки мамины, да, да, вот так, вот так жалуется мальчик, да? Тима, кушать хочешь? Кушать не дают, дети закрылись, тебе кушать не дают, ты мальчик, ты мой ласка, ласка мамин, вот такой ласка, вот такой, вот такой ласка. Еду у Тимы всю забрали, потому что Тима непонятно где заработал себе глистов, ну, вернее, я знаю, где он их заработал, потому что нам ветеринар сказала, что мы с улицы в обуви приходим, хоть обувь сразу убираем, но все равно. Вы даже знаете, у нас на пороге раньше был коврик, и Тима прям обожал на нем лежать. Мы специально пластиковый лоток туда поставили, ну, потому что на полу ламинат, и если в зимний период в обуви захочешь, ламинат сдувается. Он и так у нас от старых хозяев еще ремонта не видел, видите, в некоторых местах по разбух. Вот, такой ласковый котик. И мы поставили пластиковый лоток, чтобы, ну, обувью туда наступать, а потом мы обувь убираем на полку, а Тимоша все равно ходит на порог. И мы ему с обувью приносим этих глистов, ну, с улицы. Он на порог сходит, потом глистами страдает. В общем, у нас это единственная постоянная регулярная проблема. Да, Тимоша? А Тимоша животное, его ругай, не ругай, ругай, не ругай, он все равно ходит на порог. Поэтому мы его сейчас голодом морим, и сейчас таблеточку будем давать. Да, Тимоша, таблеточку сегодня будешь мучиться кушать. Сейчас Алексей придет, его возьмет за лапки, а я ему таблетку засуну в ротик. Такие у нас дела. Дети завтракают у нас на кухне. Вот такой ласковый котик, ласка. Доброе утро, сыночки. Доброе утро. Какая у нас замечательная погода. Покажи, Олег, окошко. Солнце. Ой, прям лето. Сколько там на солнце градусов? 27. О, как дружно. Вы уже все знаете? Угу. Молодцы. Что вы спрашивали у нас? Приятного аппетита, детки. Спасибо. Спасибо. Что вы вкусное кушаете? Хлопья кушаете? Сыр? Хлопья, колбаска. А колбаску ты же эту не хотел. Она не вкусная. Я всегда попробовала. Не понравилось? Еще хуже, чем коричневый сыр. Самый избирательный гурман нашей семьи. Познакомьтесь. Михаил Алексеевич. Вот Олег Алексеевич никогда не доставляет никаких хлопот в плане питания, да, Олег Алексеевич? Да. Его даже можно держать на невкусной совершенно диете. Вот я помню, был на этой веганской диете, да. Да. Было невкусно тебе? Было нормально. Нормально, видите. Олег Алексеевич. Да. А ты можешь объяснить, почему, когда мама заходит на кухню, ты начинаешь молоко убирать в холодильник, пустую коробку из холодильника доставать. И я так понимаю, сейчас ее выкидывать будешь, да? Да. А можешь объяснить, почему это не было сделано сразу? Не знаю. Не знаешь. Вот надо маме прийти погавкать на вас, да, с утра? М? Нет. Нет? Не надо. Так, там папа пришел, что ли? Мама, нарезаешь колбаску? А тебе же нарезал уже, Олег. А у меня такое два кусочка нарезало. Тут завяло у Алексея, это, базилик завяло у нас. Ммм, базилик. Базилик. Чего салфетки не встали? Так, кто Кока-Колу выпил? Я не пил. Опять обманываешь? Друзья, напишите, есть у нас среди зрителей, в классе, хотела сказать. Среди зрителей кто-нибудь, кто вот по детской психологии, что такое смешуткой у нас творится? Постоянно врет. Постоянно обманывает. Уже и ругали. Уже даже ремнем получил Миша разок, да? Мы просто вам не показываем сто процентов. Все, 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 все. Вот. И все равно обманывает. Вчера даже так обманул, что даже на семинар наполовину опоздал. Мама, я что-то вас не знаю. Ну, сейчас. Да, сынок? Почему так он делает? Мне кажется, это вот какой-то психологический момент. А фанту я не пил. Да, опять обманываешь? Вот уже тебе не верю, понимаешь, сынок? Ну, это же плохо, когда тебе не верят, а ты говоришь правду. Может быть, папа, может быть, ты выпила. Ну, это же плохо, когда ты говоришь правду, а тебе не верят. Вот я не верю теперь с фантой. Я ему говорю, ты чего с... А, нет, Алексею говорю. Вижу, как он идет через детскую площадку со школы. А было прохладно, это было вот несколько дней назад. Вижу, как он идет с раскрытой нараспашку куртки. В раскрытой куртке. Алексей ему дверь открывает и с порога спрашивает. Ты чего в раскрытой куртке? А Миша говорит. А я ее только в подъезде расстегнул. Тут же даже он не задумывается, вот, как бы соврать. Даже не задумывается, не заикается уверенным. Прям вот, знаете, если бы я не знала, что он обманывает, я бы поверила. Но так как я знаю, вот теперь даже про фанту не верю. И что делать с тобой? Как его еще? Уже и воспитательные переговоры проводили. Уже и ругали. Уже и орали. Уже и ремнем давали. И все равно он обманывает. Банку я не пил. Вот не верю. А я не пил. Ну, видишь, как плохо, когда ты, к примеру, к примеру, если ты говоришь правду, а тебе не верят. Видишь, как плохо? Плохо? А сейчас, к примеру, а сейчас правда. Не знаю. Что-то еще хотела сказать. Знаете, почему летом все дети отдыхают? Нет. Нет? А зрители, интересно, знают? Где-то я в интернете прочитала такую смешную версию. Потому что летом жарко. И все открывают окна. Вот мы сейчас открыли окно. И с открытым окном здесь сидим. И если бы летом дети учились бы в школе, а родителям приходилось бы с ними заниматься уроками, то пол-России бы лишили родительских прав. Поняли почему? Поняли почему? Олег, понял почему? Ну да. Не понял? Ну когда уроки делают родители с детьми. Орут, кричат, ругаются. Помните, в соцсетях была такая картинка? Мальчик сидит, крышку от кастрюли вот так держит, и дедушка с палкой. И надпись «Учитель года». Помните? Не помнишь, ты не видел? Ну вот, короче, потому что родители ругаются, когда с детьми делают уроки. Поэтому летом дети отдыхают, в школу не ходят, у всех открыты окна. Поняли? Примерно. Ну-ка, я не понял, почему открыты окна? Ну жарко же, окна открыты. Поэтому лучше пусть дети дома сидят. На каникулах. Сколько? Знаешь, сколько в интернете стоит? Нет. С учетом семипроцентной скидки, триста, триста, шестьдесят с чем-то. Киви тоже оборзил раньше, 500 рублей кладешь, 5%. Сейчас полторы тысячи кладешь, все равно 3%. 3%? 1501 рубль, только 5%. А-а-а, еще тысячи 501? Больше, чем в три раза подняли порогами. 1501 положил? Нет, у меня не было 1501. У меня было 2,5, я подумал, 2,5 это очень до хрена. Хотя бы 1600 был бы, я бы закинул. Я тебе поцелую. Спасибо за лекарства, все равно. В общем, лекарства я тут начала принимать на нервной почве. Хотела, знаешь, что сказать зрителям? Спасибо. Хотела сказать, что... Спасибо. Да. А, не успел? Хотела сказать, что... Они пишут нам. Че вы так шпыняете, Алексей? Я ответила... Я не стала вдаваться в подробности. Ответила, что у нас своя тема на этот счет. Другие там под этим комментарием стали писать. Вы же все снимаете? Тогда уж расскажите все. Ну, друзья, хотела вам сказать буквально следующее. Мы снимаем все, да не все, понимаете? Не 100% мы снимаем. Все снимаем максимально правдиво, все снимаем максимально честно. Но ссоры за зубы выносить, я считаю, что мы... Не выносить, я считаю, что мы имеем право. Да, Алексей? Да, мы с Алексеем поругались. Да, в последнее время вы заметили, что я не только Алексея шпыняю. Может быть, так весна действует. Может быть, так наш конфликт с Алексеем действует. Вот. Ну, потихоньку я уже успокаиваюсь. Поэтому никого теперь шпынять не буду. Да? Хорошо. Обещаю. Даю честное кемолевское слово. Кемолевское? Голодающее поволжье. Сколько мы еще не кушать? Ну, сейчас ты его схватишь, скрутишь. Скрутишь. Свертишь. Вот. Давайте же смотрим подозрительно. Свертишь. Вот, друзья, мы самая обыкновенная семья. С ссорами. С примирениями. Самая-самая обычная семья. Все у нас бывает. Не вот, что вы идеал какой-то, некоторые зрители прям идеал себе в отношении нашей семьи описали. Нет, мы тоже ругаемся, мы тоже миримся, у нас всякое тоже бывает. Поэтому то, что мы вам не показываем в подробностях все свои конфликты, имеем право на это. Правильно, Алексей? Давай. Да? Кормить таблеткой. Все, мы уже дружные, мы уже друг друга не шпуняем. Да? Да. Сейчас таблетку кормить-то. Ты жопку снимаешь, кошачь? Нет. Он делает фур-фур-фур. Угу. Так, несу таблетку. Чувствуешь, что сейчас таблетку будет пихать? Убегает, да? Угу. Давайте, кто сегодня у нас оператор кота-мучителя, кота-мучителей? Миша вот докушал, а ручки помыл. Помыл, да? Угу. Тимоша. Та-дам! Тимошина мучения пришла. Бррр. Тимошина каторка пришла. Так, лапки берем, лапки берем. Такое испуганное уже. Лапки, давай, лапки, давай, лапки. Не дает лапки. Не дает лапки, Тимошка. Так, все, лапки взял. Тебе удобно? А, да. А тебе снимать? Ага! Ага, ты удержишь, ты прям кончики лапки держишь? Держу, я очень удержу. А так тебе неудобнее держать, как Лялюку? Вот так. Не, неудобнее так держать, как Лялюку. Ты боишься, он тебя обдерет? Нет, ты же держишь. Все, все, малыш, полечили. Все, Лялюка. Скушал таблеточку. Все, отпускаю тебя. Отпускаю. Вклеила Тимоши в паспорт, что 23 мая, вот, дали ему этот Мельбимакс. У Тимоши вот такой паспорт. Мы все, что ему делаем. Вот до этого он профендер, дрантал давали. В общем, у Тимоши история с прививками тоже есть, конечно, вот она. Но больше, самая большая история у него, маловато листиков выделили на это. Это с глистогонками, вот. Все уже тут проштамповано, осталось буквально, Тимоша, чуть-чуть осталось. Вот, и по паспорту он, международный ветеринарный паспорт. И по паспорту он у нас так и зовется. Тимоша. No breed, да, написано? No breed. Мальчик. Кастрат. 10.10.17 года рождения. Серенький. Это вот Тимошин паспорт. Еще, кстати, фотографию сюда можно вклеить. Еще владельца вписать. Но это если в международную поездку какую-то соберемся, то, конечно, надо будет все заполнить. И у нас с Тимошей еще, кстати говоря, мальчик не чипированный. Да? Видела, да? Смотрите, какой он голодный. Алексей, приятного аппетита. Спасибо. Бутерброд, лестница. Да? Я просто с короткого края начал сыр резать. Так, а дети какую-то сосиску делали. Ты вот это будешь доедать? Нет, кушаем. Выкинь тогда. Да. Так, Алексей ест один. Я приняла таблеточки свои. Надо выждать час. Через минут двадцать буду есть. Что у тебя не густо на завтрак, не густо? Вот так и живем. Убери вот эту кружку. Это чья кружка? Вон, колбаска у тебя еще. Ой, поставлю. Сыр, колбаска, масло, хлеб. Что? И базилик. Держи. Ты же сказал его не выкидывать. Не выкидывай. Высушить. Я сушу. Надо выкинуть. Ты будешь это есть? Я не буду. Ну, не хотелось бы, конечно, но придется с нами. Тима, голодненький, да? Сил нету совсем уже, да? Алексей опять чинит машину Михаила. Вот столько шурупиков открутил. Миша тут какие-то провода ножницами поперерезал. Короче, он восстанавливает машину и будем продавать. Он давно уже перерезал провода. Она давно уже не ездила с этого, с педали. И только давно у него руки чесались. Вот у него руки не для скуки, да? Да, есть такое. Это самое. Ну, короче, сейчас, если машина восстановится, продадим ее за столько же, за сколько купили. Если не восстановится... Мы на улице-то на ней и не ездили. Вон, колеса новые прям. Они ни разу были на улице. Ни разу не была на улице машина. Если машина не восстановится, продадим ее рублей за 300-500. Такие у нас дела. Дети убираются. Я Алексею помогаю. Морально. Да? Конечно, ты молодец. Я хорошая помощница, да? Молодец. Мне нравится? Да, принесешь девяточку. Может, это заизолирует провода, что ли? Сейчас. Итак, я тут разбирала Мишуткин шкаф, в котором не только его вещи, но и Олешкины, которые Олегу малы, а Миши после Олега достаются вещи. Вот. Вытащила сейчас. Если прислушаетесь, то Мишутка у нас читает. Сейчас он почитает. Я попрошу его перемерить вот эти вещи. Белье сейчас надо будет рассортировать. А вот эту кучу вещей я хочу отдать соседке. У них малыш года на три, может, младше, чем Миша. Вот. И ему вот эти вещи были бы в пору как раз. Вот. Так что эти вещи отдам. Эти вещи померяем. И в шкаф обратно заложу. И вот здесь, смотрите, вот эти рубашки Олешкины. Я на верхней полке храню более такие большие вещи, которые Олешкины, но большие. А на нижней полке храню вещи, которые Мишуткины. Сейчас я вам покажу. Вот эти рубашки Олешкины. Мы еще с вами поговорим на тему, откуда у нас деньги на путешествия. Вот. Но одна из причин, это вот мы эту рубашку, по-моему, нам дарили. Олегу, вернее, дарили. Вот, смотрите, замечательная рубашка. Отличнейшая рубашка. Она чистенькая. Ее только погладить. Олег у нас вещи носит очень аккуратно. Пятнышек никаких нет. И очень даже можно куда-нибудь даже в качестве парадно-выходной вот эту рубашку использовать. И вот эту рубашку тоже можно использовать в качестве парадно-выходной. Вот эту, помню, Олегу покупали в детском мире. Ну, после Олега замечательно все вещи у нас носит Мишутка. И даже если Олегу вещи отдал кто-то, ну, после кого-то мы взяли поносить, то, поскольку Олег носит их аккуратно, ношенные от братьев вещи носит Олег, а потом еще Миша донашивает. Поэтому, вот, собственно, очень большая экономия. Попробуйте каждую вот такую рубашоночку купить, да. Это все стоит денег. Мы на этом экономим. Вот, такие шортики у Мишутки еще. Элси Вайкикиевские. Вот эти мы покупали вот прям в Мишутке. Тоже на выход куда-нибудь в свет. Вот. Все это в шкафу. Надо будет погладить. И смотрите, какой замечательный, стильный, красавчик-парнишка будет. При том, что, вот смотрите, вот такой образ, да, с рубашечкой шортики. И вот такой образ тоже не менее хороший. С вот такой рубашечкой шортики. При том, что куплены для Мишутки только шорты. Все остальное Оляшкина. Ничего такого мы здесь не видим. Поэтому Миша у нас носит Олешкины вещи. Олешка носит от старших двоюродных братьев вещи. Такие у нас дела. В общем, я занимаюсь делами. Алексей что-то здесь машину чинил. Чинил, в итоге починить не смог. В итоге он ее или бесплатно отдаст, или по дешевке там за шоколадку. Рублей за 300 отдаст. Вот, потому что машина не рабочая. Так, а что еще? Сейчас Мишутка у нас дочитывает. Ему осталось буквально полчаса читать. И потом мы померим одежонку. Или сразу поедем в Макдональдс, а по приезду померим одежонку. Такие у нас дела, короче. Сейчас это я все аккуратно сложу. Видите, все просто кучей навалило. То, что ему мало. Сейчас аккуратно сложу. В пакетик и соседке отнесу. Над двором стоял нестерпимый кошачий визг. Смотрите, прошедшая маховая борода. Взглянув. В щели забора. Взглянув. Взглянув в щели забора. Нет, вы посмотрите. Его борода затряслась от возмущения. Перед аноксидралями открылась и в самом деле поразительная картина. Кошки-косторушки. Решила хлеб нарезать. Я его нарезаю и в пакет убираю. Мишутка, когда этот хлеб увидел, говорит Это что? Сахарная пудра? Думал, что это сладкий хлеб какой-то. Все тот же водитель везет нас. Куда нас идет мама, Миша? Макдональдс. Макдональдс. Это еще Мишина победа. То Мишина первое место, которое он завоевал. Идем отмечать. А Миша там занимается, отвечает на... Как там называется эта программа? Учеру. Учеру, Миша. Я сейчас делаю этот. В общем, занимается он там. Никто не мешаем ему. А мы едем неподалеку. Макдональдс есть у нас на заправке. И там будем что делать? Мукбанк снимать. Снимать Мукбанк. Точно. Заодно. И Мукбанк, и Макдональдс одновременно. Вот он и Макдональдс. Почему же мы ехали? Да, вот она и заправка, и Макдональдс у нас тут все вместе. Смотри, сейчас и дело. Это мне на скорую заправку надо проехать? Ну, за ее, да. Вон туда, да? За одиннадцатую колонну. За двенадцатую туда уж, быть точнее, если. Так. Вон даже стрелочка стоит. Макдональдс. Смотри, вот за этой, за опелечком. Сереньким. За сереньким. Мы смогли только на втором месте снять. Смотри, все такие голодные, да, Сени? Смотри, вам. Сейчас будем заказывать. Там есть эти стенды, на которых магнакетсы, чекин магнакетсы. Вот там, основной, вон там. А, вот сейчас тут меняться будет, да? Еще сочнее, горячее, вкуснее. Роял барбекю. Может, роял барбекю? Хочешь попробовать роял барбекю, мама? Миша, ну прекрати, а? Миша, ну прекрати, а? Возьми с Олегом на двоих. Идет подготовка к мукбангу, кто красит лицо, кто ногти, кто просто открыл рот и уже готов. Покажи чек тогда, раз уж включил. А, я открыл рот и готов. Чек получился на 2080 рублей. Я говорю, как это так? Макдональдс? А вообще, что-то микрофон ставь, сидишь ты сняешься. Микрофон? Какой микрофон? Который взяли. Взять взяли, да? Миша, где сумку с микрофоном? Ну, у нас. Передайте, пожалуйста, микрофон мне и подставку. 2080 рублей. Да, да, да. Так, вот это вот, нате. Отлично. При том, что да, мы соусы. Раз, раз, раз. Вот это вот. При том, что да, мы соусы. Что такое? Почему так криво стоит у нас стол? На моей коленке он стоит. А ты можешь отпустить? Вот, не сильно. Ну, что просто. Вот, и тут, нате. Так, выключаю? Выключаю, да. Эх, сейчас прозевал. Навстречу нам везли памятник. Сидит товарищ Ленин. А рядом с ним стоит Иосиф Виссарионович Сталин. Такие, знаете, блестящие под золото покрашенные красочкой какой-то. Я уже похватился, так было поздно, а уже они проехали. Где-то поставят такую красоту неимоверную. Как ты думаешь? Не знаешь? Нас все так же, мама Оля, везет. Теперь везет из Макдональдса домой. В принципе, достаточно неплохо. Едем пока что для воскресенья. Машин в меру. Хотя сегодня воскресенье. Сегодня люди едут с дачи. В пятницу они ехали на дачу. А кто ехал в субботу. А сейчас они едут все обратно. Поэтому в воскресенье вечером в Москву приезжать неинтересно. Это пробка вам надоест. Приезжайте в другие. Не надо. Крути, держай. Ничего, все, держай как есть. Руль ровно ставь теперь. А куда надо? В ту сторону. Все. Все, езжай назад ровненько. Нормально расстояние? Нормально, езжай. А они не надо связаться? Чуть-чуть, может быть, но езжай. Еще можно метр ехать. Еще? Еще? Да. Ну, можешь все. У нас попилили дерево. Окошко закрой. Это сейчас заглушишь, не сможешь. Дерево попилили на кусочки и большую часть вывезли. Оставили ветки нам и какие-то пеньки частично. Ну, и корешки тоже. Любимое теперь место развлечения для детей. А вот наша мама Оля подвигается. Ты слишком не прижаловала тебя? Ну, хочешь переесть, сделай, прижмись или Таня. Здесь у нас тетя Ира стоит, там у нас тетя Таня стоит. Поэтому тетя Оля у нас боится и туда, и туда сторониться. Да, Миша? Ну, хочешь встань, тетя Таня поближе. Ты залез наверх, успел на самую макушку и спустился. Но здесь очень тяжело снимать, потому что такая матершина с футбольной площадки несется. Просто ужас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!